Приветствую вас дорогие друзья, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, а мы начинаем. Вот уж не думал, что снова пройдут через такое разочарование, но это произошло, в шоу Голос Дети победила девочка, которая поет значительно слабее всех своих конкурентов. Все началось с поединков, Олесю Казаченко поставили в тройку с народными любимцами, дуэтом Валерии и Манижей, и внезапно Баста выбрал именно Олесю, таким образом ловко убрав из проекта двух потенциальных победительниц. До этого из проекта была убрана другая талантливая девочка Алина Штерняева. Уж тогда у меня зародились подозрения, что тут что-то нечистое. Олеся хорошо поет, но другие пели гораздо лучше. И вот финал. Основной соперницей Олеси в финале сначала стала Софья Льерет. У этой девочки за время проекта Голос Дети сформировалась весьма убедительная группа поклонников. Вторым соперником был Иван Кургалин, парень с невысокими вокальными данными, но обладающий большим количеством поклонниц. Но внезапно в суперфинал вышла Олеся Казаченко зрительским голосованием. В этот момент Деживи обострилась. Именно так продвигалась к первому месту печально известная Микела. Но оставалась надежда. Уж очень сильные вокалисты вышли в суперфинал у других наставников. Софья Туманова с сильным голосом и необычный утонченный вокалист Артем Фокин, который также справился со сложной песней на 100%. Оба ребенка выступили блестяще. На их фоне Олеся Казаченко с плохо исполненной песней Аллы Пугачевой выглядела совсем блекло. Но в голосовании ее снова выбирает лидера, как и ее наставника Басту, человека, который в этом сезоне не поставил ни одного достойного номера. Я не верю, что это было честно. Не знаю, как так получилось, но как и в случае с Микелой, ролик с выступлением этой девочки набирают дизлайки. Зрителей не обманешь. А как вы считаете, честно Олеся Казаченко победила или нет? Продолжение следует...